всем привет сегодня вашему вниманию очень вкусный торт который при желании превращается во множество не менее вкусных пирожных этот торт очень любят у нас и взрослые и дети и последние десятилетия без него не обходится ни один праздник готовится этот торт сравнительно просто и компоненты входящие в его состав тоже не представляют особой сложности но тем не менее в его вкусовые качества несравнимы ни с одним другим подобным и поэтому он вне конкуренции я все думала с чем же связан успех этого тортика и поняла его секрет в многослойности ведь действительно несмотря на такую сравнительно небольшую высоту этого произведения кулинарного искусства в нем много слоев и каждый дает свою незабываемую нотку поверьте те кто досмотрит до конца это видео и сосчитает вместе с нами будут удивлены количеством этажей и я уверена захотят обязательно повторить этот тортик и так для первого этажа мы испечем корж из сахара муки маргарина куриных яиц и с добавлением ванильного сахара и разрыхлителя для теста которые можно заменить соды погашенный уксусом еще раз состав ингредиентов как и их количество и оставлю под видео соединим все компоненты в одной посуде и вымесим тесто с помощью миксера или кухонного комбайна как вам удобнее и сюда же муку получившееся тесто выкладываем на обычный квадратный противень застеленный пергаментом и разравниваем тесто по всей поверхности пока тесто готовилось я уже включила духовку и разогрела ее на 200 градусов цельсия теперь отправлю туда корж и он пробудет полчаса и даже 25 минут хватило проверим шпажкой основа для нашего торта готова отставим его пока остывать в сторонку а сами займемся вторым слоем для второго слоя сварим пудинг используя вот такой вот инстант в него входит крахмал и ванилин в нужных пропорциях а также добавим пол литра молока и 40 грамм что равняется двум столовым ложкам сахара готовим так как написано упаковке то есть добавляем к порошку сахар и отмеряем от полу литра 6 столовых ложек молока получившийся смесь хорошенечко размешиваем и отставляем в сторонку а оставшиеся молоко кипятим вливаем ванильную смесь в закипевшее молоко хорошенечко размешиваем доводим еще раз до кипения и отставляем сторонку остывать при варке пудинга постоянно его помешиваем чтобы он ни в коем случае не пригорел а как только масса закипит сразу снимаем ее плиты чуть теплый пудинг наносим на остывший корж и разравниваем а уже разровняв оставляем пудинг состывать до полной готовности для третьего слоя нам понадобится 400 грамм жирных 30 процентных сливок при взбивании можно также добавить порошок за нынштайв для того чтобы сливки оставались твердыми но это не обязательно я уже готовила как с этим порошком так и без него взбивать будем на больших оборотах но недолго чтобы сливки не превратились в масло выкладываем взбитые сливки на остывший пудинг и тоже аккуратненько разравниваем для следующего считая четвертого слоя нам понадобится печенье в оригинальном рецепте стояло 30 штук но это уже плюс минус выкладываем печенье плотненько ряд за рядом покрывая всю поверхность нашего торта у меня получается не 5 на 6 а 6 на 6 рядов то есть не 30 печеньев а 36 но повторюсь это лишь зависит от размеров вашего противня для следующего это уже пятого слоя нам понадобится сахарная пудра и лимонный сок или покупной готовы или самостоятельно отжаты из лимона приготовим глазурь влив лимонный сок сахарную пудру и размешав до гладкой массы вот это белоснежная глазурь есть наш пятый слой поливаем ею торт причем не заливаем целиком а лишь наносим вот такие вот продольные произвольные линии при таком подходе какому-то печенью достанется меньше глазури какому-то больше но при этом весь торт будет выглядеть очень симпатично а каждый кусочек будет уникальным и неповторимым следующий слой конечно слоем его не назовешь мы будем украшать наш торт маленькими конфетками у меня это разноцветный сматис хотя это могут быть также другие маленькие конфетки по вашему вкусу здесь все просто пока глазурь не застыла помещаем по одной конфетке центр каждого печенья даем нашему торту хорошенько пропитаться лучше оставляем на ночь а после этого нарезаем эту красоту на порционный пирожный или же подаем целиком вот такой вот пусть и низенький многослойный и очень нежный тортик у нас получился буду рада если вам понравилось это видео а рецепт пригодится если так ставьте лайки пишите ваше мнение в комментариях подписывайтесь на наш канал оставайтесь с нами всем приятного аппетита и счастливых праздников до новых встреч